говорите можно вопрос да да конечно вот у нас в храме была торговля и я не платила десятину собирала теперь у нас в храме случился пожар вот я видео выставляла и такой вопрос вот у меня игнатий тихонович это тот случай когда я могу отдать десятину священнику не материальную помощь а именно вот ту десятину которую нужно отдать священнику так и должно быть спаси христос я так да и поняла так и должно быть торговли не должно быть поэтому все должно быть на десятину христос изгнал торгашей они опять залезли 10 установил бог нужно разница большая и опять же а как-то даже десятина все прикрывает как у нас у нас с тарелкой не ходят у нас ничего этого нету деньги вообще не появляются свечи горят восковые сестры льют покупаем воск на пасеке и никто не бродит не ставит ставит там помощник щит сколько нужно столько и горят ну можно же это сделать нигде ничего не продается не старелка не ходит не за крещение у нас нигде деньги не появляются даже десятина а богом она установлена но я именно про то что вот пожар был торговля то не уйдет никуда никак несовместимая торговля и храм несовместимые если торговля идет защит христос еще в это место не заходил он очистил дважды храм гордом мой это не дом мой это дом меркурия меркурия это бог торговли у греков у него крылышки на ногах и он туда-сюда месяца мы только не видим это не можете служить богу и мамоне еще не понятно то разломал выбросил опрокинул изгнал мы считаем же мы все мимо ушей проходит но один раз господь сделал этого достаточно жена лота один раз оглянулась а ее все время поминают не оглядывайся назад пошел иди твердо так и здесь еще так доказывать кто-то ольга вот мать и на другие валентина все у нас были там знают у нас с тарелкой не ходят по храму положите вообще нету никто не не переступает не ну все опоздалось и зачем минут зашли полное молчание молимся до начала богослужения про себя даже не кланяемся откроются царские врата все теперь дальше уже следим за богослужением а то ничего не сделать да я на то отвечаю что ничего и не делали еще все чего-то бояться все да и считать и библию то бог будет судить нас по святой библии где это евангелие от явно 12 48 слово которое я говорил она будет судить вас в последний день для меня это было ясно сразу же все что я с чем занимался все связал и бросил под пол бог меня спросит по слову своему ну значит все силы направить на то чтобы нигде ничего не нарушить почему иисуса новина написано 18 вникание день и ночь дабы в точности исполнить написано вне в точности самое маленькое нарушение может последовать так что и больше бог не доверит а то бабу скажешь оба ради а это в ветхом завете на ветхом завете только говорится не жениться на родной сестре на матери что касается плоти нравственности она все перешло в новый завет говорить ни о чем так игнатий тихонович но вот после пожара это десятина будет угодно богу обязательно кроме десятины там еще 2 десятина может быть потому что мы считаем тавита 18 он платил три десятина тут храм тут понятно надо все вот на нас когда люди приезжают что смотрят и это все на это да и перекрыли крышу и у нас и книги и чего только нету и одеяние хорошее батюшка в патриархии покупает и бедный знаем все время на помощь где-то сгорел храм белоруссии батюшка тоже собирает и цифра всегда шестизначное минимум люди-то пенсионеры в основном библейское общество заявилось они издают переводы делают мы сразу в это дело встряли он приезжает и говорит вы у меня по всей сибири вышли на первое место по количеству собранных средств это еще то значит город на вершине горы должен быть все что-то какие-то стоны да неправильно это надо радоваться павел пишет радуйтесь еще раз говорю радуйтесь я сейчас батюшка приехал я ему говорю невероятное прямо вот только я об этом помолюсь и господь сразу дает как дает ну вот как срочно нужно было купить дом там продают и нашим заезжать что было из потеряевки в корчино а денег то нету а молитва я помолился господи денег нет купить надо я сказал сказал сразу же ну я сказал в июне до июня я у меня пенсия кроме пенсии то нет ничего я рассчитаюсь да какому да не мне я там и никогда не было может никогда не буду то есть я знаю где дом там заходил него и что у меня один запросил из ирландии книги книги и библии библии я пошел в лавку патриархии там две библии полная по 77 книг изданная при патриархе алексии втором и две при патриархе кирилл а тот попросил одну библии мои книги я посылаю ему 4 библии и свои книги и и он получил и сказал я получил через неделю рассчитаюсь и исчез его нету день два месяц год второй третий его нету он исчез а все что что я послал то оказалось не окуплено а за рубеж посыпать посылать то почтовые расходы будь здоров какие но вот я только помолился этот человек три или четыре года как исчез а может и больше вдруг он появляется вышел на меня простите меня долго не было я не могу сказать почему это уже сразу высылает деньги не успел еще сказать все восполнилось как с неба свалилась это было вот неделю назад батюшка даже не знал про это ему сейчас рассказал как я молюсь я же не просто стою так я молюсь благодарю бога и спрашиваю прошу иногда что-то хотя просить то и не еще все есть но тут никак нельзя было срочно надо было и взять негде и бог дал оно мое конечно это мой труд я заплатил за это покупал отсылал ну было потерянное вот в чем суть в другом месте книги мне куп покупать надо выкупить надо уже напечатали но меня 38 томов книг вышло из печати а книги дорогие дорогие вот общая сумма мне обошлась по тем деньгам как было 55 миллионов но это за последние там 20 лет откуда что сам не знаю вечером помолился к утру деньги присылает с какой-то страны а как вы узнали что узнали ну что деньги нужно я ничего не знал а почему послали а потому что у вас сырка по имя климента у нас дядя климент умер и сказали молитва там доходит лучше я груда нет у нас такой церкви это и лагерь у меня детский а нам все равно другой где-то прям с первого дня узнал посылает деньги и зачем посылать и кто вы такой димитрий а как фамилия булкин а где живете калининград так я не издаю книги эти о книгах когда издавал я закончил издательскую деятельность и занялся другое еще семь книг у меня в электронной версии ну куда-то и стратите никуда там и путешествие денег нет так на путешествие возьмите миссионерская поездка была утром еще не было к вечеру мне деньги уже в руках незнакомый человек мы посидение разу не встречались это как понимать все на случайность списывать не пройдет я советую каждому доверяться богу и когда у тебя ничего нету хлеб наши насущие подавали на каждый день хлеб а хлеб это он за деньги покупается так вопросы ничего нет я отхожу